Всё, ребята, конец карты, я вообще не знаю, что делать, у меня не получается. Такое ощущение, что им здесь тоже всем повысили жизни, ребята. Они уже доходят до моей базы, и это для меня... Проблема, что? Они прямо там меня уничтожили. Ребята, всем здорова, с вами, как всегда, Артемен. Мы с вами находимся в игре Хилсов Стил. Здесь начался вновь ивент Будь Боссом, один из моих любимых ивентов в этой игре. Короче, здесь, как всегда, не добавили нового босса Тарантула. Последний босс — это Созерцатель, но сегодня мы с вами прокатимся на двух боссов. Да, я сыграю на боссе Бомбардир и на боссе Кнут после того, как изменили количество их жизни. Посмотрим, поменялось ли что-то в этом режиме. Начинаем, конечно же, с Бомбардира. Ты перед началом подпишись, поставь лайкос на этот видосик. Поехали! Вот она, вот она наша схватка, ребята. И, конечно, наша задача здесь, играя за босса, уничтожить как можно больше противников. Ну, давайте попробуем с этим справиться. Так, вот у нас, собственно, босс вертолет. Это вообще, в принципе, единственная летающая техника, на которой можно поиграть в игре Хиллс оф Стилл. За эти вертолетики больше ни на каком летающем аппарате здесь ты не поиграешь, собственно. А вот тут можно, ребята. Да, и, собственно, Бомбардир у нас занимается скидыванием бомб. Так, они на парашютиках, ребята. Они реально на парашютиках приземляются. И прикол в том, что парашютики очень медленно их опускают. Поэтому нужно прямо с запасом стрелять, чтобы попадать по этим танчикам, которые находятся внизу. Это да, ребята, не шутки. Вот так вот оно играется здесь. Можно вот так вот стоять и просто накидывать на них сверху бомбы. Это, конечно, вообще-то гениальный геймплей. Получается, пушки противника по тебе вообще не попадают. Они ведь смотрят прямо, а ты находишься ровно вверху. И они вообще никак по тебе не могут попасть. И это, конечно, суперкруто. Это была первая волна. Первую волну мы прошли просто замечательно. Дальше едут фениксы. Вот они, огнеметные фениксы. Атакуем их. Да, отлично. Так, во, да у них уже больше жизней стало. Смотрите, они выдерживают много попаданий, ребята. И здесь нужно прямо аккуратненько с запасом стрелять. И побольше, собственно, скидывать вот этих вот бомб на парашютиках, чтобы в них попасть. Так, во, да они еще и прорывают. Смотрите, сколько их здесь. Ёлы-палы. Прямо начинают прорывать оборону мою. Держу их как могу, ребята. Это фениксы. Это просто обычные фениксы. Реально, держу как могу. Давай. Эй, не могу попасть в него. Смотрите, какой он быстрый. Просто едет и едет. Давай, давай, давай. Наконец-то. Все, я с ними справился, ребята. Так, это была волна фениксов. А сейчас волна титанов. И вот они. Уже здесь, ребята. Вот они едут. Ой-ой-ой. Так, нужно, конечно, аккуратно их атаковать. Все-таки, потому что если попасть под их выстрел, то будет очень неприятно, ребята. Будет максимально неприятно. Так, первого уничтожаем. Он что-то уже очень далеко проехал. Отлично. Да. А, нет, не уничтожил. Жесть. У них реально там капец много жизней. Да, с каждым разом, конечно, танчики становятся все сильнее. Такое ощущение, что апнули не жизни боссам, а жизни, опять же, этим танкам апнули в этом режиме. Хотя, по идее, боссы в этой игре, в нашей, да, игре с вами стали очень сильными. Мы с вами все это знаем, что у них очень много хп, и побеждать их реально стало тяжеловато. Итак, Катюши стреляют. Вот здесь уже опасно, потому что они сбивают ракетами мои бомбы, ребята. Смотрите, все, что я кидаю, они просто ракетами сбивают, и по ним, получается, даже не попадает. Это вообще жестко, честно говоря, я не знаю, как мне по ним сейчас стрелять. Это вообще какая-то жесть. Вы смотрите, что происходит. У меня просто не долетают, не долетают мои ракеты, а опуститься я не могу, потому что иначе я попаду под ракеты, собственно, этих Катюш. Иначе я сам получу, так сказать, большой урон. Так, а подождите, я и получаю урон вообще-то. Вообще-то я получаю урон из-за того, что, собственно, я... Ну да, они сбивают ракеты, я нахожусь над ними в этот момент. Блин, какая-то жесть. Эй, куда они едут? Нет, стоп, 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 стоп. Капец, что-то стало как-то жестко реально в этом режиме. Мне такое ощущение, что они поменяли жизнь еще и вот этим всем танчиком. Смотрите-ка, как они жестко атакуют, ребята. И я даже ничегошеньки не успеваю сделать. Просто реально какая-то жесть. Так, давай, 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 атакуем. Жесть, я, по-моему, вообще не одну Катюшу еще не уничтожил. Да, они там все поцарапаны у них. Немного жизней, но я никого не могу уничтожить по-нормальному. Давай уже, попадай. Ну же, ребята, блин, уже конец карты, по-моему, да? А нет, сейчас, ну да, скоро будет. Скоро будет конец карты, надо с этим срочно что-то делать. Так, отлично, дело пошло, дело пошло. Две Катюши осталось. Давай, да. Еле как их уничтожил у меня. Смотрите, сколько жизней осталось. Очень мало жизней осталось на моем бомбардере. Просто потому, что они по мне попадали. И потому, что мои же вот эти бомбы, которые я сбрасываю, взрывались рядом со мной. О, нет, по мне попадают жнецы. Все, ребята, конец карты. Я вообще не знаю, что делать. У меня не получается. Такое ощущение, что им здесь тоже всем повысили жизни, ребята. Раньше я мог дойти на бомбардере хотя бы до волны атласов. Понятно, что атласов победить я просто никак не могу. Ну а теперь я даже жнецов не могу победить. Потому, что они уже, уже доехали до конца карты. Просто капец какой-то. И что мне делать, объясните. Все. Это конец карты, ребята. Это конец карты. И они уже прорывают ее. Капец, просто жесть. Давай, давай, давай. Такой, такой, такой дужа. Так, ну все. Это просто жесть, ребята. Там пятая волна началась. Там уже идут атласы. Они уже где-то должны быть здесь. Да, я победил. Я все-таки прошел волну жнецов. Но у меня вообще не осталось никаких хп-шек. Короче, просто ничего не осталось по-настоящему. Смотрите-ка, реально танк полностью. Все. Просто чихни на него. И он будет развален. Точнее, не танк, а этот вертолет. Так, ну и теперь, конечно же, волна атласов. Они просто стреляют самонаводящимися ракетами. И я ничего не могу сделать с этим. Да, ребята. Ничегошеньки не могу сделать. 400 очков набирает у нас танчик-бомбардир. И на этом все. На этом все. Но больше он вообще не способен ничего сделать. Потому что против самонаводящихся ракет. И когда нет жизни, он ничегошеньки не сделает. Окей, следующий наш босс. Это босс. Ну, давайте возьмем его. Попробуем на что способен этот босяра. Мы знаем, что он кидает вот эти вот гранаты. Мы знаем, что он очень быстрый. Смотрите, как он гоняет. Просто танк-гонщик. Это реально, ребята, танк-гонщик. Это вообще не танк. Это босс-гонщик. Я его давно так назвал. Самое интересное, что и вперед, и назад он ездит очень быстро. Смотрите, просто летает по карте. Реально суперскоростной танчилок. Короче, это, конечно, забавно. Но наша задача посмотреть, сможет ли он победить этих противников. Потому что... Да, кстати, мои же гранаты наносят по мне урон. Если что. Если они отскакивают в меня. А они отскакивают очень часто. Как минимум от самих же противников. То они мне наносят тоже немаленький урон. И у меня уже в самом начале этой схватки, смотрите, нет хп-шек. Почти половину... Ну, треть. Треть хп у меня точно отнялась, ребята. Да, то есть уже осталось не так уж и много. Учитывая, что это пока первая волна. Это первая волна, ребята. Смотрите, у меня уже почти половина хп. Ну, просто жесть, честно говоря. Да, конечно, у кнута очень мало жизни. Здесь ему здоровье вообще не повысили. Ну, то, собственно, когда ты играешь против кнута, то у него здоровья становится больше. А когда ты играешь за кнута, то у него здоровья как было мало, так мало и осталось. Я вообще не вижу никакой разницы. Здесь уже едут фениксы. У меня уже половина хп сейчас ровно остается. Кстати, да. Ровно половина хп-шек. Еще многие снаряды попадают с самого же меня. И у меня уже меньше половины хп. Как на этом играть, объясните? Многие пульки просто в меня же обратно, смотрите, летят. Нет! И когда они летят в меня, они же мне и уроны наносят, ребята. Ты, получается, на этом танке сам себя и унищижаешь. Потому что ничего не получается сделать. Ну, просто капец какой-то. Да, урона, конечно, эти гранаты наносят много. И, собственно, от того, сколько у нас осталось хп, это этому и показатель, ребята. А хп-шек у нас осталось здесь с вами не очень много. Так, и что, где вражеские танчилы? Во, там титаны. Жесть, там уже титаны. Просто несколько попаданий титанов и мне капец, ребята. Так, 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 вот они снаряды, которые хотят обратно в меня врезаться и меня уничтожить. А, они уже стреляют прямо оттуда издалека. Ой-ой-ой. Надо быть аккуратнее, конечно же. Так, титаны, ребята, это вторая волна. Если что, вторая волна. И я ее еще не прошел. И у меня уже почти нет хп-шек. Все, да, я прошел. Ну, вторую волну я прошел. И вот, вот о чем я вам говорил. У меня собственный снаряд отскочил от уничтоженного танка и уничтожил в ответ. Вот так вот, ребята, вот так играется боск. Ну, да никак. Вообще никак он не играется. Полный какой-то позор. В общем, непонятно, что происходит на этом танке. Играть на нем нереально. Хп-шки у этих боссов, к сожалению, не повысились. Атака, честно говоря, по-моему, стала даже меньше. Мне кажется, раньше у этих боссов урона было больше. Итак, давайте возьмем с вами самый мощный танк этого режима. Конечно же, возьмем Гонца Ада. И попытаемся на нем сделать крутой рекорд. Итак, бой на Гонце Ада. Да, вот этого я обожаю, ребята. Вот этого босса я обожаю. Он как был сильным, таким же сильным и остался. Ничто не способно, так сказать, уничтожить его мощь. А мощь у него просто огромная. Своим пулеметом вот этим вот, который бесконечно далеко стреляет. Бесконечно быстро стреляет и вообще прошибает все насквозь. Конечно же, он просто способен поставить огромные рекорды, ребята. Со своим этим пулеметищем. Мега пулеметищем. Обожаю за это Гонца Ада. Я даже не вижу противников, ребята. Но могу их при этом уничтожить, потому что просто стреляю вот так прямо. Еще, кстати, этот босс умеет вот так зависать в воздухе. Вообще никуда не двигаться. Тебе достаточно нажимать на кнопочку выстрелов, что я сейчас и делаю. И все, просто на кнопку выстрелов нажимая, ты можешь победить в этих боях. Это, конечно, круто, ребята. Вот это реально крутой танк, крутой босс. Просто на нем, собственно, здесь все можно пройти. Все поставить огромные рекорды, установить огромные... Получить все награды. Ну, короче, просто полную жесть сотворить. И победить вообще всех можно только на Гонце Ада. Конечно же, у него тоже возникают проблемы, когда появляется, собственно, новая волна противников, где все танчики прокачаны на максимальный 20 уровень. Собственно, сначала Кобры, потом Титаны, ну и так далее. В общем, танки, которые реально прокачаны на максимум. Их победить, ну, практически нереально, ребята. Всех, всех победить нереально. Часть какую-то успеешь, а потом тебя самого уничтожат. Итак, мы уже дошли до третьей волны, до которой у нас, кстати, танк Кнут вообще не смог дойти. Да, Кнут вообще не смог дойти даже до третьей волны. Вот до этих Катюш. Наш предыдущий танчик, на котором мы играли, вообще не способен был дойти и ничего сделать. А, смотрите, Конец Ада просто стоит на месте. Просто издалека, смотрите, разносит за несколько секунд каждый танчик противника. Каждую Катюшу, которая пытается ехать и меня атаковать, она просто ничего не может сделать. За это, конечно, обожаю этого танка, обожаю Конца Ада, потому что он реально супер-мега-мощный. Так, у нас уже идет волна-4 Жнецы с таким же пулеметом, как у меня, но они, конечно, им без шансов, ребята. Да, конечно же, у них нет никаких шансов меня победить, они даже не могут ко мне доехать. Опять же, опять же, как круто играется этот босс. Напишите, кстати, какие у вас рекорды в комментариях в этом режиме. Мой рекорд, по-моему, 960 или 970 кубков, я точно, честно говоря, уже не помню. Вот сейчас с вами попытаемся поставить на рекорд, получится у меня это или нет. Как раз-таки и проверим, потому что я вообще не знаю, что будет здесь. Каждый раз все рандомно, все зависит исключительно от мастерства. И, кстати, вот уже идет волна атласов. Та самая волна, до которой, собственно, смог дойти босс-бомбардир. Да, такой же вертолетик, только который кидает бомбы. Вот он смог дойти до атласов, но победить он уже их не смог. Но а наш, собственно, гонец ада побеждает их без проблем, как вы видите. Вообще просто разносит издалека, как и все предыдущие цели. Просто занимается этим очень и очень легко. За это, конечно, действительно обожаю этого босса. Играть на нем мега легко и мега приятно. Особенно вот на вот этих первых волнах, где самые легкие противники, ребята, находятся у нас. Вот мы уже прошли волну атласов. Началась волна тесел. На этой волне всегда почему-то подлагивает. Когда появляются теслы, всегда какие-то пролаги происходят. Я не знаю, разработчики до сих пор не исправили эту ошибку. Этой ошибке уже очень много времени. Этому багу или чему, я не знаю, как сказать. Ну, короче, теслы тоже не могут доехать. Просто не успевают ни в какую до меня доехать. Я их уничтожаю спокойно. Мы с вами с ними просто изи расправляемся и переходим на следующую волну. Ну, а следующая волна у нас это мамонты. Да, очередные эпические танчики. Кстати, уже появилось в игре наши много эпик танков. А здесь пока что только теслы, мамонты и арахниды. И больше нет. Вот когда этот режим вышел, было три эпических танка. Также три эпических танка здесь и осталось. На самом деле было бы прикольно, если бы разработчики добавили сюда хотя бы уже новые эпик танки. Для того, чтобы делать новые рекорды и, собственно, новые волны проходить. Это было бы, на самом деле, мне кажется, весело. Итак, волна мамонтов, ребята. Волна мамонтов, как вы видите, мы ее проходим, опять же, без каких-то напрягов. Да, последний мамонт у нас появляется. И мы его уничтожаем. Да, ребята. Это была волна мамонтов. И наступила последняя легкая волна, ребята. Последняя, именно легкая, это волна арахнидов. Их тоже не очень сложно уничтожать. У них, конечно, побольше жизни, чем у мамонтов, но никаких проблем мы не испытываем с тем, чтобы их уничтожить. Как вы видите, они тоже находятся вдалеке. Мы их издалека уничтожаем. И все мега легко у нас получается. Итак, половину всех арахнидов мы уже уничтожили. Вторая половина идет прямо сейчас. И после этой волны, ребята, прямо сейчас начинается жесть. Сразу после этой волны начинается полный жест кач. Потому что там будет очень тяжело. Там будет очень тяжело. И вот там посмотрим, какой рекорд у меня получится поставить. Итак, все. Волна арахнидов уничтожена полностью. Теперь волна самых сильных танков. Кобры 20 уровня. Поехали. Вот они, вот они. Смотрите, весь боезапас надо тратить, чтобы уничтожить хотя бы одну Кобру. И это, конечно, полный треш. Так, и они начинают по мне попадать. Поэтому мне приходится взлетать и делать маневр на клона моего вертолета. Чтобы в них стрелять и при этом не попадать под их атаку. Да, конечно, это очень сложные штуки, ребята. Очень сложно. Нужно уметь, собственно, вот так вот вовремя поворачивать, отворачивать. Успевать чуть-чуть хотя бы перезарядить своего вертолетика. Ну, короче, это, ребята, нелегко. Это нелегко с учетом того, что они при этом все еще стреляют. Ой-ой-ой-ой. Главное не попадать под их выстрелы. Так, очень далеко я, конечно, отъехал. Это плохо тоже, потому что они будут меня догонять активно. Жесть, ребята, а сколько тут? Три Кобры осталось? Да, получается, Кобр практически всех уничтожили. Практически всех, да. Кобры я уже научился более-менее уничтожать. А вот за Кобрами у нас сразу идут Титаны. И вот Титанов уничтожать капец как тяжело, ребята. Это вам не шуточки. Так, вот они, Титаны пошли. И у них еще гораздо более сильная атака. Очень сильная атака, ребята. У Титанов их реально тяжело уничтожать. У меня 900 кубков, ребята. 900 кубков я набрал, просто уничтожая всех вот этих Титанчиков. Так, давай-давай-давай-давай. Собственно, Кобр, волну мы прошли. Она тоже очень тяжелая. Теперь волна Титанов, которая тоже супер-мега тяжелая. Давайте посмотрим, что получится. Так, вот они. Они уже доходят, ребята, до финиша. Они уже доходят до моей базы. И это для меня проблема. Что? Они прямо там меня уничтожили. Да ладно, это впервые такое. О-хо-хо, какой фейл. Какой фейл. Я не помню, чтобы меня уничтожали прямо на подходе к базе. Я, видимо, либо сильно снизил высоту, либо что. Короче, я не понял. Что-то пошло не так. Я обычно всегда набирал минимум 950 кубков. Ну, а теперь я не смог набрать даже их. Потому что меня просто накрыли огнем эти Титаны. Короче, полная жесть. Нужно очень сильно отходить от их пушек. Урона у них очень много. Собственно, какое место я занял? 92-е. У челов на первых местах 1000 кубков. Как они это делают? Объясните мне, как они проходят эти все волны Титанов. Это практически нереально. Но вот они делают 1000 кубков. Короче, конечно, полная жесть. Вот такой у меня получился рекорд в этот раз. Если тебе понравился этот ролик, посмотри предыдущие ролики, где я играл на боссе. Лазерная пасть, повелитель и созерцатель. С вами был Артемен. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.